Вуз это путь к будущей профессии. Чтобы поступить в университет своей мечты, необходимо тщательно подходить к выбору места обучения. Поэтому сегодня мы приехали в Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Далкеева. Добро пожаловать в Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Далкеева. В данный момент у нас работает приемная комиссия АОС. Это у нас электронная очередь АОС, которую разработал наш студент специально для нашего университета. Вы по этой электронной очереди можете нанять очередь именно для консультации либо же для подачи документов по всем программам обучения. Алматинский университет энергетики и связи был основан в 1975 году. И сегодня университет является одним из ведущих технических вузов страны по подготовке инженерных кадров для наукоемких, высокотехнологических и стратегически важных отраслей национальной экономики, таких как энергетика, телекоммуникации, космическая отрасль, приборостроение, робототехника, информационные технологии по непрерывному циклу, колледж, бакалавриат, магистратура, докторантура, повышение квалификации. Университет является центром компетенции Schneider Electric по промышленной автоматизации и центром компетенции USAID в регионе Центральной Азии по возобновляемым источникам энергии. Выпускники университета наряду с дипломом АУЭС имеют возможность получить профессиональные сертификаты от сертификационных центров ЦИСКО, Huawei, Siemens, размещенных непосредственно в университете. Мы выполняем исследования в области энергосбережения и экспертизы, возобновляем источники энергии, кибербезопасность, цифровизация, смарт-грид, искусственный интеллект и так далее. Наша команда занимается разработкой единой информационной системы портала USAID Education, которая включает в себя весь цикл обучения наших студентов. Также с 1 сентября где-то будет внедрено это мобильное приложение, так как сейчас студенты очень гаджета-ориентированные и все пользуются телефоном, там будет весь этот спектр услуг для студентов через мобильный телефон, что позволяет быстро и качественно получать любую информацию, касающуюся и учебного процесса, и внеучебных процессов. В 2010 году у нас студенты участвовали в международном проекте Shell Marathon, где создали свой электромобил. В 2019 году они поехали к Куалампуру, Маладжи, где участвовали в соревнованиях по электромобилам. И наша команда из 200 команд, в лучших 30-ку они вошли. Студенты нашего университета имеют возможность выбрать индивидуальную траекторию обучения по программам двойных дипломов. Например, у нас есть такие программы с Московским энергетическим институтом, с МИФИ, с Томским политехническим. И по программам геоэнергетика с университетом Деларейн, это во Франции, и университет прикладных наук города Анхальта, это Германия. На этом сотрудничестве основана наша новая программа, одна из самых интересных, которая будет запущена в этом году для абитуриентов. Это индустрия 4.0 или системная инженерия по направлениям телекоммуникации, медийной технологии и возобновляемая энергетика. То есть это такой комплексный подход для подготовки таких вот комплексных инженеров, которые будут владеть компетенциями этих направлений. О востребованности выпускников Алматинского университета энергетики и связи на рынке труда свидетельствует высокий показатель трудоустройства, который, по данным НПП от Амикен, составляет в среднем 83-95%. Более того, согласно международного рейтинга U-MultiRank по параметру Contact to Work Environment, сотрудничество с рабочей средой, по специальностям энергетики и информационных технологий, Алматинский университет энергетики и связи входит в топ-25 по миру. Это результат партнерской работы университета и работодателей. Наш университет является, я хочу сказать, базовым, базовым университетом, вузом по подготовке кадров в целом по Казахстану. Одно дело просто обучаться, скажем так, где-то виртуально и так далее. Это одна сторона. А другая сторона, когда они своими глазами видят и щупают болты, гайки, там, корпуса, турбин, котлов и так далее, да, это другая сторона. То есть они уже поле подготовлены. И они могут осознать, будут они здесь работать или не будут. Я очень благодарен, во-первых, учителям нашим, которые дали очень отличные знания, которые я применяю на сегодняшний день в своей профессии. Я являюсь сотрудником компании TP-Mining уже три с половиной года. Являюсь главным разработчиком в сфере 1С. Поэтому я так скажу, что этот университет, во-первых, дал мне возможность работать в моей компании, а также считаю, что, закончив его, я смогу дальше идти по карьерной лестнице вверх. Учиться здесь – одно удовольствие. То есть если ты хочешь достичь больших успехов, то поступай к нам в УС. Бексултан, расскажите, пожалуйста, про ваш молодежный центр. Какие мероприятия здесь проходят? Здесь проходит молодежный досуг. Тут у нас находится звукозаписывающая студия, репетиционные залы, а также танцевальные классы. Тут разные клубы устраивают, репетируют танцы, КВН, дебатные клубы. И после все это выходит на большую сцену. Это место – эпицентр активной молодежи АОС. Есть мнение, что студенческая жизнь – она самая интересная. Вы согласны с этим мнением? Да, я согласен с этим мнением. Здесь, в АОС, я раскрыл себя, начал всесторонне развиваться, развил в себе коммуникабельность, стал более раскрепощенным. Начал выступать на больших мероприятиях, где представлял наш университет. Привитие вкуса к здоровому образу жизни реализуется в нашем университете через проведение спортивных соревнований. У нас только футбольных лиг студенческих две. И если бы не пандемия, наверное, мы бы уже и третью тоже сформировали. Но особой гордостью для нас является то, что именно на базе нашего университета функционирует национальная, молодежная, спортивная лига «Пока в пару». Древнейшая игра, великолепная игра казахского народа. И эта лига имеет международное признание. Создание условий для продуктивной учебы, эффективного научного творчества, комфортного проживания в общежитии, насыщенного здорового досуга позволяет интенсифицировать, ускорить процесс формирования гармонически развитой и всесторонне развитой личности, обладающей глубокой духовностью и высокой нравственностью. Для меня студентская жизнь — это постоянное движение. Также наш университет этому движению постоянно помогает и помогает нашим студентам хорошо развиться в разных сторон. То есть для этого у нас существуют разные клубы. Их у нас 18. Они работают в разных направлениях. Также они устраивают разные мероприятия, как походы, благотворительные сборы, концерты, также творческие вечера. Также у нас есть дебатные, также кулинарные турниры. По нашему университету очень хорошо развито одно из направлений — это КВН. Также в КВН наши ребята выступают не только в премьер-лиге, но и в высшей лиге. Алматинский университет энергетики и связи и библиотеку с количеством экземпляров более 600 тысяч. То есть мы обеспечиваем любой литературой наших студентов. Это литература на английском языке, на казахском языке, на русском языке. В чем я должен отметить, что литература на казахском языке издается нашими преподавателями и продается в другие вузы. Наш университет имеет 45-летнюю историю. Мы из поколения в поколение передаем качество образования, качество выполнения исследовательских отработок. Самое главное — те традиции для того, чтобы привнести пользу в наш Казахстан, выпуская конкурентно и востребованно способных кадров. Поступай в ООС, зарядись энергией, налаживай связи и дарись тепло. Алматинский университет энергетики и связи является лидером по подготовке кадров для энергетической, аэрокосмической и IT-отрасли экономики страны. Если хотите стать специалистом профессии будущего, важно сделать правильный выбор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова